Так, друзья, с небольшим отставанием технические погрешности Мы начинаем 194-й вебинар, если брать обе группы Ну, как всегда, вы же сами понимаете, ну, разве можно без таких картинок, которые украшают сад Вот, знакома с Татьяной Александром Железовой, вот она Это она вам высылает, берет заказы, высылает саженцы, это ее работа Вот, ну, естественно, что, как мы обычно говорим в начале прогулка по саду Попробовали, продегустировали, выбрали саженец сами Чаще всего это после страшной сибирской зимы Вот, и ни одного замерзшего саженца, ниже в этом, питомники, которые зимуют на морозе Это сенсация невероятная, но, к сожалению, никем практически не оцененная Вот, а значит, опыт далеко не распространяется Вот, типичная картина в этом саду Три дерева упала, и еще две ветки плюс несущие Вот так это выглядит Причину объясняю Хрупкая древесина Все усмотреть невозможно И Сибирь, а Сибирь, где-то в 20-м, 25-м или 30-м году начинает рушить Совет Я только развожу руками Вот, теперь угадайте, чай это рука Ни за что Вот, одно, понятно, женское Смотрим дальше, я вас интригую Чай это линейка Это линейка Тоже Ключин уже другой Это Савинь Сирен-Исан, аспирант университета имени Решетнёва Так, надо будет она у нас поправить Да, Решетнёва И она же мой зам по науке Да, надо же это всё на научный язык переводить, правильно? Она же моя ученица Две такие, два таких совмещения Наука и практика В этом плане ей цены нет Она в данном случае одна на всю страну такая Вот, дальше это её одна из сотен фотографий Она изучает этот сад И принесла уже свою лепту Уже есть деревья, привитые ею в моём саду Вот Итак, мы с ней ждём Ждали Это было вчера Нет, это было вчера Мы ждали телеканал Под названием Результат садовода Вот Селёны Санны Вот И с Татьяной Железовой Была надежда, что Покажет наш федеральный канал Один из главных Садоводческой направленности Но Это не случилось Потому что Оказалось Буквально дни назад Договор был Договор был И стёк срок договора Так что нас увидят только Наши передачи С тем и сей день был насыщенный Участвовали Железовой Савельевич Вот Но Увидят только Красноярск и Кемерово Всё Ни Москва, ни Питер, ни вся остальная страна Не увидят Жаль Ну а Мы пытались Вединить Всюную группу Вот И обратите внимание На эту коробку Селёшни Вот Никогда Не брал на себя Ничью роль Ничьи заслуги Вот Мне единственное Выпала честь Разбираться в его саду Разбираться с его Сортообразцами Вот И Пришлось и мне Уже мне А больше некому Назвать Эту черешню Черешня Уже не Боднара А черешня Боднар Пусть Это время Существительное Вот И ещё Раз уж я показываю Черешню Конечно Отклонился от темы Но упускать Великие имена Нельзя И забывать Нельзя Вот Боднар Участник Съезда Садовода В России Тот самый Где меня С три года Высокой Обозвали Шаманом Вот А Его Отругали Он сидел Президиум Почему Он выдающийся Любитель Его изложения Посадили Президиум Съезда Садовода В России И тем не менее Критика Редак Была такая А какое Он имел Право Давать Своим Черешням Черешням Подчеркиваю Вот Имена Существительные То есть Он их называл Красивыми именами Вот Какое Он имел Право А ниже Я вам покажу Что такое Платить Огромные Деньги Чтобы Не государство Заплатило Человеку Вот за это чудо А Мы еще Должны платить Это горькая истина Естественно Нету И у него Несколько Сортообразцов Вот Ни один из них Не прошел Госиспитание Ни один из них Не включен Госреестор Вот И так он ушел Из этой жизни Непризнанным Гением Вот Ну а то что вы видите Заметьте Это все Наслуга Этой Черешни Боднера И отныне Раз у нас Параллельно Раз мы не признаем В таком случае Раз нас не признает Мы не признаем Эту самую Купленную За деньги Так называемую Явление Аттестацию А Господи Только сейчас говорю Уже вылетел Из головы А это Госреестор Кресение Госреестор И госуспитание Ну вот Черешня Я уже про нее Сказал В общем-то Это еще раз Была Черешня Боднера Во всех справочниках Моих И каталогах Черешня Боднера Отныне Я имею право Боднер Когда Незадолго За месяц До смерти Терелок больной С горькой Что мне сказал Клянусь Богом Кажется Кажется Слово Отличаю Мы сцены Перевошили Весь интернет Меня Нету Я Правда Я сказал Что у меня На Ютубе Есть Пару Фильмов Я у вас Снимал Вот Еще назвал Рядом С великим Ну Сами понимаете Каким бы Я ни был Среди любителей Авторитетом Вот Сейчас Остановить Сто ученых Никто Их Никто Его не знает У него была Небольшая Неприд Как раз К той самой Даме Которая С трибуны Сказала Что Он такой Секой Он Имел Право Называть Давать Своим Именно Его Черешни У него Много Сарто Образцов И что Вы думаете Вот Его Черешни Та Даму Я Не называю Возраст Можно Одним Словом Чего Загубить Вот Цел Я должен Сказать Агротехника Которую Она Проповедует Проповедала Книги Уже Не Сожгешь Вот Написано Как Надо Искалечить Те же Деревья Черешни Искалечить Жутко Страшно Невероятно Вот И после Этого Надеяться Что они Пойдут На север А книга Так и называлась Зимняя Черешня Что Знаете Вот Так вот Официально Заявляю От имени Любителей Поверьте Я знаю Что говорю Вот От имени Любителей Морозостойкость Черешин Бодна Возможно Всего лишь На несколько Градусов Превосходит Череши Брянского Института Вот Откуда они Пытаются Распространиться По России Возможно Всего на несколько Вот Но учитывая Что Там Все опыты Делались На искалеченных Деревьях Вот Искалеченных Немыслимо Можно считать Что У Черешин Бодна В России Альтернативы Нет Вспомним Что Россия Это когда 30 Бывает 35 Когда мне Сказали Официальная Была Стала Ну вот Так Этим Я лишний Раз Вспомнил Должно Даю Памяти Борису Иосифовичу Волшебнику Необыкновенному Вот Я думал Что Все Это Я уже Говорю 20 минут Я хотел Так Мельком Но Не мог И держаться Не мог Но Некому 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 Вот Но Еще раз Вы видели Вот Как для Косика Будет Разуслана